Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Почти 16 миллионов рублей из казанной губернтской столицы в этом году выделены на очистку берегов рек Самары, Татьянка и Волга. В общей сложности с территории водоохранных зон будет вывезено порядка 19 тысяч кубометров отходов. Еще около 8 миллионов рублей будут потрачены на очистку водоемов города. Сегодня работы велись на реке Подстепновка в Куйбышевском районе. Пасторальные картины на въезде в Самару могли бы быть идеальными. Солнце, козы щиплют свежую травку, рядом журчат воды реки Подстепновка. Лет 20 назад, вспоминают местные жители, так оно и было. Здесь осенью, когда было очень много уток, очень многие люди с детьми приходили и любовались этими утками. Здесь и нутрии были, в общем, живности очень много было. Речка была прекрасная. И купались здесь, и вообще вид был великолепный. А сейчас, как видите, болото к болотам, и осталось лужа от болота. Река обмелела, заболоцилась, а кто-то, вероятнее всего, зимой и вовсе сбросил сюда покрышки от автомобильных колес. В итоге и без того страдающая обезвоживанием речка стала их хранилищем. По поручению главы администрации города Олега Фурсова водоем начали очищать. Самым трудным оказалось убрать покрышки с середины реки. Когда мы сюда вчера приехали посмотреть объем работы, то один человек у нас даже чуть не провалился, веревками вытаскивали, провалился по пояс. И прям засасывает. Озеро превратилось в болото. Поэтому мы сейчас применяем кошку, применяем различные представления, чтобы подобраться к этим шинам. Буквально за полчаса рабочие приноровились безопасно выуживать шины из воды. Водоемы забавили от мусора всего за один день. Если ранее у нас все покрышки на полигонах захоранивались, то сегодня у нас есть возможности на мусороприлучной станции, куда эти покрышки уедут, в последующем они пойдут на утилизацию. В ближайшее время привести в порядок должны еще одно озеро на въезде в город – банные. Поручение департаменту благоустройства также дал глава администрации Олег Фурсов. У нас вот эти рядовые озера, они должны быть украшением, конечно, города. Тем более мы готовимся к чемпионату, люди будут въезжать с шести сторон в Самару, и мы эти жемчужинки должны приводить в нормальное состояние. В этом году на очистку водоохранных зон предусмотрено почти 16 миллионов рублей. На эти средства приводят в порядок берега и острова Волги в границе у города, а также реки Самара и Татьянка. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Вместо зарослей – чистый и уютный двор, вместо скучной уборки – коллективный трудовой праздник. Участок перед домом номер 2 по улице Ярошевского за 40 лет не убирали ни разу. Жители, желающие видеть из окон не кусты по поясу, а обломанные ветки, а ухоженный двор, обратились в общественный совет микрорайона. Через неделю подвезли перчатки, метлы, грабли и активисты, радеющие за порядок во дворе, превратили покос травы и сбор мусора в веселую соседскую встречу. «Я экскаваторщик», – говорит Семен Синекопов, складывая листья и ветки в мусорный пакет. На дворовую уборку юный блюститель чистоты вышел одним из первых. С нетерпением ждал возможности принести пользу. «Субботник – это день порядка, очень хороший. Это очень хороший день, потому что все трудятся. Это очень полезно для мира. Мы делаем порядок миру, и мир рад этому». Трудовой праздник во дворе. Для жителей – повод провести время вместе, поближе познакомиться с соседями. Говорят, уборка не обременяет, дарит хорошее настроение и, конечно, приятный вид из окон. «Мы поем, танцуем, нам весело вместе. Эмоциональный подъем, все здорово, все очень нравится. Не чувствует совершенно усталости, грабли кажутся легкими. Классно, правда классно». Покос травы, сбор обвалившихся веток, вывоз мусора – теперь здесь сможет гулять местная детвора. Раньше это место жители обходили стороной. Пробираться через заросли – удовольствие сомнительное. С проблемой люди пришли к представителям общественного совета микрорайона «Парковый». Отклик получили сразу же. «Здесь достаточно заброшенная территория была, большие заросли, и достаточно длительное время она не убиралась. Вот по просьбе жителей мы решили навести здесь порядок, совместно с ними, организован сегодня субботник». «Все очень поддержали это, сказали, что помогут собрать соседи, обойдутся, скажут, пригласят, но, в общем-то, что они сделали». Теперь во дворе дома номер два по улице Ярошевского среди пестрых цветов и зеленых насаждений планируют оборудовать детскую площадку. После общественники займутся другими обращениями, завезут асфальтовую крошку, приведут в порядок тротуары и внутриквартальные дороги. Решать вопросы конкретных территорий становится проще. Все благодаря реформе местного самоуправления. Очередной шаг в ее реализации – выборы в районные советы депутатов. Состав команды «Созидание», которая станет для жителей опорой и поддержкой, горожанам предстоит определить 13 сентября. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Реформа местного самоуправления набирает обороты. На встрече в рамках проекта «На связи с губернатором» микрорайонный подром общественный совет отчитался о выполненной работе и выслушал предложения жителей. Что волнует их в первую очередь, расскажет Валерия Макарова. Двор по улице Новосадовая 345 стал первым в городе, который отремонтировали по программе «Двор, в котором мы живем». Дело было в 2010-м. Сегодня некогда яркие краски потускнели. Жители здесь активные. Сами организовали субботник, чтобы обновить любимый дворик. На помощь к ним пришли члены общественного совета микрорайона, чем приятно удивили собравшихся. С общественными советами очень хорошо мы контактируем, потому что даже мы проводили субботник очень активно. Они приехали, нас поблагодарили, угостили детей сладостями. Это было очень здорово. Они нам окрасили все ограждение. Это было очень здорово. Предложений от жителей поступает немало. Где-то нужны парковочные карманы, где-то детская площадка. Автомобилисты страдают от состояния внутриквартальных дорог. В общественном совете принимают жалобы и ищут пути решения проблем. Мы своими силами общественного совета микрорайона прошлись по всем дворам нашего микрорайона. Буквально по каждому дому достучались, встретились с жителями. И на основании их пожеланий уже записали, где нужно сделать оградку, где покрасить нужные лавочки в этом отношении, либо, допустим, покрасить подъезд. Общими усилиями легче преображать родной город. Именно для этого в рамках реформы местного самоуправления, которая сегодня реализуется в Самаре, созданы общественные советы. Следующий шаг – формирование районных советов депутатов. 13 сентября самарцы определят избранников от своего района, которые войдут в его состав и будут отстаивать интересы жителей. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. Список домов, которые попадают в этот году под программу капремонта, существенно увеличился. Таким образом, власти решили поощрить жителей, принявших активное участие в выборах прошлого года. В том, что активная гражданская позиция приносит свои плоды, убедился наш корреспондент. Пятиэтажка в переулке Новомолодежной Куйбышевского района Самары. Двор украшен клумбами с цветами. Результат совместной работы местных жителей. По их словам, дружны во всем. В том числе, если речь идет о выборах. В прошлом году на них явились всем домом. Дому нашему более 40 лет. И я живу в этом доме, ну где-то, наверное, лет 19 капитального ремонта не было. Но в прошлом году наш дом активно проголосовал на выборах. И потом, значит, нам преподнесли вот такой замечательный сюрприз. Сейчас за счет областного и городского бюджетов в доме ведутся работы по ремонту межпанельных швов. По словам специалистов, это позволит жителям сэкономить средства, которые они платят за текущий ремонт, и в будущем потратить их на другие виды работ. Какие решат сами жители. А пока в Куйбышевском районе отремонтируют 37 домов. В 20 домах будут проведены работы по ремонту подъездов. В 10 домах работы по ремонту межпанельных швов. 4 дома – это ремонт фасада. И 3 дома будут выполнены работы по ремонту отмостки и асфальтового покрытия подходов к подъездам. С предложением делать ремонт в тех домах, где проживают жители с активной гражданской позицией, выступили управляющие компании в прошлом году. Областные власти инициативу поддержали. Из регионального бюджета направлены средства на ремонт более полутора тысяч многоквартирных домов и благоустройство их дворов. Следить за ходом работ, а затем и оценивать результат будут сами жители, которые уверены, отдать свой голос на выборах обязан каждый, кому не безразлична судьба района. Мы хотим, чтобы у нас была своя власть, и они все-таки районом занимались. Выборы состоятся, что власть у нас будет, поэтому будем голосовать. Всего же в Самаре ремонта в этом году ждут 204 дома. На работы дополнительно из бюджетов всех уровней выделено порядка 80 миллионов рублей. Поощрять наиболее активных избирателей будут и впредь. На ремонт могут рассчитывать дома, 80% жителей которых придут на выборы 13 сентября. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Максим Гусев. События. На один вечер практически все жители домов на Никитинской почувствовали себя спортсменами. Да сразу в нескольких видах спорта. От шахмат до футбола. Кроме того, желающие смогли попробовать свои силы и сдать нормы ГТО. Подробности в нашем сюжете. Прыжки в длину, отжимания и бег. Чтобы получить заветный значок ГТО, ребята готовы на настоящие спортивные подвиги. Во дворе 53-го дома по Никитинской все от мала до велика бодры и веселы. Интересно и полезно. Чтобы просто время зря в компьютер не проводить, играть тут, выходить. На свежем воздухе. Малыши сбивают кегли, мальчишки постарше играют в футбол. Молодые и очень молодые люди пытаются поставить мат чемпиона Европы по шахматам. Представительницы прекрасного пола от сильной половины человечества не отстают. Хватит сидеть уже в своих квартирах, не вылезая никуда. Нужно общаться. Это одна из... Что такое есть подобного рода мероприятие? Это площадка для общения. Начиная с футбола, заканчивая цветами, ЖКХ вопросами. Все решается здесь, все на месте. Здесь двор. Двор – это одна семья. Большая семья. Большой двор – большая семья. Спортивный праздник «Спорт туда, наркотикам нет» проходит в преддверии Дня физкультурника. Организовать его помог общественный совет номер один вокзал. Такие советы созданы во всех микрорайонах города, чтобы власть могла услышать людей. Тогда, когда их услышали, мы вдруг поняли, что нужно сегодня людям. Нужно не только то, чтобы крыша не текла. Нужно не только, чтобы дорога была заасфальтирована. Это очень важные вещи, да. Но нужен двор, в котором мы живем. Нужна та лавочка, на которой можно посидеть. Нужно футбольное поле, на котором будет играть твой родной ребенок, да. И нужно вот это вот взаимодействие поколений, чтобы папа привел своего сына на это футбольное поле. От малого к большему, от благоустройства отдельно взятого двора до порядка во всем городе. Чтобы помогать развитию Самары, формируется команда создателей из неравнодушных людей, нацеленных работать на благополучие и комфорт в родном городе. Общими силами решать вопросы своего двора, микрорайона и города в целом. Следующим шагом формирования новой власти в Самаре в рамках реформы местного самоуправления станут выборы в районные советы депутатов. Выборы пройдут 13 сентября. Марина Матвеевична, Константин Головин. События. Накануне Дня физкультурника спортивный праздник прошел и в поселке Шмидта. Кто оказался самым сильным и ловким, выяснил наш корреспондент. Футболистки из Запонского среди спортсменов известны, пожалуй, на весь город. Сильная команда девушек не раз показывала достойную игру. Свою последнюю победу они одержали совсем недавно. На турнире в день ВДВ взяли золото. Не знаю, почему все говорят, что футбол – это мужской вид спорта. Не знаю, лично я считаю, что футболами девочки могут заниматься и мальчики. Сегодня футболистки в очередной раз покажут свое мастерство. Спортивный праздник в поселке Шмидта собрал на одной площадке футболистов и теннисистов и всех любителей активного образа жизни. Инструкторы показали детям, как правильно вести себя на воде и закидывать утопающему спасательный круг. На соседних площадках сдавали нормы ГТО, даже самые маленькие спортсмены. Давай, давай, Тимур, давай, давай, давай. Мы должны видеть наших ребят здоровыми, сильными. А спорт помимо здоровья, силы – это и привычка к труду, что тоже очень и очень важно. И случайно ведь и комплекс, который сегодня будут сдавать ребята, делая первые шаги, называется «Готов к труду и обороне». Спортивный праздник организовал по просьбам жителей Общественный совет микрорайона. Конечно, для детей это огромный праздник. У нас всегда детей собирается здесь много, они отзывчивые и на такие мероприятия с удовольствием бегут. Такие предложения жителей власти не только слышат, но и поддерживают. Совместная работа дает хорошие результаты. Чтобы и другие, более масштабные вопросы решались быстро и эффективно, горожанам предстоит работать в единой команде, состоящей из неравнодушных к родному городу людей. Валерия Макарова, Станислав Левин, События. Трудную японскую речь можно услышать за кулисами театра «Самарт». Актеры только что вернулись из страны восходящего солнца с гастролей. Они играли спектакль «Полимсеста» на фестивале «Рика-рика-феста» на Окинаве. Марианна Мирная встретилась с коллективом театра. До завтра, или как говорят у нас в Японии, сайонара. В театре «Самарт» теперь нередко можно услышать слова и выражения страны восходящего солнца. Поездка в Японию произвела на коллектив театра неизгладимое впечатление. Из гастролей по восточным просторам актер Алексей Меженый привез талисман «Защитник дома» и огромную любовь к таким, казалось бы, далеким, но по факту близким и родным японцам. Когда они трезвые, они отличаются от, я говорю, то, что я видел, как бы наблюдал. Это все относится к эмоциональности японского народа. Как только вот они слегка выпивают, они практически ничем не отличаются от нас. Ну, я имею в виду эмоциональностью, не буйностью, а эмоциональностью. Да, то, что они плакали после спектакля, но слезы эти были сдержанные, то есть, скажем, не такие, как бы наши сидели с платком, с полотенцем бы и утирались бы, утирали слезы. А эти ребята все-таки, они более такие, но сдержанные, то есть слезы скупые, у них вся буря чувства, эмоции внутри. «Полимп Сестен» или «Одно вращение спектакля вокруг своей оси» – постановка на двоих – Алексея Меженова и Ольгу Агапову. Спектакль оба дня срывал аплодисменты публики. Крупнейший в Азии фестиваль молодежных и детских театров «Рика Рикафеста» проходит с 1994 года на Окинаве. И это еще один шелковый театральный путь, запечатленный на гастрольной карте самартовцев. Абсолютно адекватные, более того, я бы сказал, дружественные, потому что мы вместе с ними пели «У моря, у синего моря», оказалось, это старинная японская песня, о чем я не знал. И «Катюшу», и это было все здорово, а самое главное – искренне. И вообще японцы мне напомнили таких больших детей, которые сами создали какой-то свой мир, и вот они в нем живут. Хитросплетение человеческой жизни, показанное без слов русскими артистами и японским зрителям. Чувства и эмоции, понятные всем без исключения. В благодарность самарские актеры по традиции получили аплодисменты и приглашение принять участие в фестивале в следующем году. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Креативное мышление, свобода от стереотипов и искусство быть современным. В мастерских галерее «Виктория» молодых художников учат именно этому. На отчетной выставке учеников побывал наш корреспондент. В этой рубашке художник Ирина Севастьянова ради перформанса пролежала под землей 1 час 10 минут, дышала через специальную воронку. Художник Наталья Суботина ставила свою подпись, пока не онемела рука. Ее перформанс длился почти 4 часа. Это работа учеников мастерской акционизма Сергея Баландина, которая обучала их этому искусству. Оно позволяет каждому человеку по-своему ощутить себя в новых условиях. Кто-то воспринимает это как тренинг, кто-то воспринимает это как некий образовательный ресурс расширения кругозора. Потому что мы действительно серьезно изучаем, что есть перформанс. Инсталляция амнезии Олега Комарова о том, как мы забываем свое прошлое. Фрагменты родительского дома, которые сейчас выглядят совсем иначе, и на них проецируются различные изображения. Это определенные картинки из моей памяти. Здесь мы видим дрожание, если будем долго смотреть. Картинка постепенно видоизменяется, она исчезает и становится совершенно белой. В галерее «Виктория» – отчетная выставка молодых художников. Они занимаются подсенью трех мастеров галереи, каждый из которых уникален и весьма необычен для Самары. Марина Матвеевична, Павел Пресняков, События. В субботу, 8 августа, горожан ждут в парке «Дружба». Там пройдет фестиваль цветов. С 4 августа в парке идут работы по формированию ландшафтных композиций. Фестиваль пользуется большой популярностью. Среди участников и гостей. В 2014 году мероприятие посетили более 10 тысяч человек. В этом году тема фестиваля – 70-летие Великой Победы. Гостей ждут конкурсы и красочные программы. Начало в 10 часов. А я на этом с вами прощаюсь. Хороших выходных! Телефон – это проклятие человечества. Всегда звонит, когда вы спите. Так вот, за пытку еще и платить, оказывается, надо. Многие об этом не знают. И задолженность россиян за услуги связи по итогам первого полугодия выросла на 16,7%, составив 28 миллиардов 700 миллионов рублей. По предварительным оценкам, к концу года она достигнет почти 32 миллиардов рублей. Однако в целом ситуация оценивается как положительная. Больше всего долгов наши сограждане накопили за мобильную связь. Долги по фиксированной связи на втором месте. Домашний интернет и кабельное ТВ на третьем. Средний размер долга за услуги коммуникации составляет 770 рублей. Наибольшие объемы задолженности традиционно в крупнейших федеральных округах страны. Центральном, Приволжском и Северо-Западном. В регионах за последний год наиболее часто угоняемым автомобилем стал Land Rover Freelander. На втором месте Lexus LX. На третьем месте регионального рейтинга Porsche Cayenne. За ним следует Nissan Murano. На пятом месте BMW X5. На шестом месте расположился Mercedes-Benz S-класса. Mazda 3 занимает седьмую строчку регионального рейтинга. Замыкает топ-10 наиболее часто угоняемых авто в регионах России. ВАЗ-2110 и модификации. Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. В предыдущем периоде самой популярной моделью у угонщиков в регионах был Land Rover Discovery 4. Шесть крупнейших аэропортов Таиланда – Суверна-Пхуми, Дон-Мэанг, Пхукет, Чианг-Май, Май-Фалунг в Чианг-Рай и Хат-Яй – начнут взимать дополнительную плату в связи с установкой новой системы безопасности. Размер сбора составит 35 батов, что соответствует примерно одному доллару. Сбор за безопасность будет автоматически включаться в стоимость авиабилета. Новое введение вступит в силу с 1 декабря 2015 года и коснется прибывающих, улетающих и транзитных пассажиров. Впрочем, введение дополнительного сбора может быть отсрочено на три месяца, так как авиаперевозчики уже продали часть билетов на декабрь без учета предстоящих нововведений. А на сегодня это все. Хороших выходных! Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Футбольная Мордовия может переехать играть в Самару. Тольяттинский хоккеист победил канадцев. Самарский пятиборец – двухкратный чемпион мира. Самарец занял первое место в личном зачете на юниорском чемпионате мира по современному пятиборью. В Мехико после фехтования Олег Наумов вышел в лидера на водной дорожке и закрепился на первом месте. В конкуре лучшим оказался кореец Джун Вунте, который опередил Наумова всего лишь на один балл. Однако все решил комбайн, бег и стрельба. Самарец финишировал в статусе чемпиона мира. А пятое место его земляка Александра Лифанова позволила сборной России в командном зачете завоевать еще один комплект золотых медалей. На пьедестале почета также оказались южане корейцы и немцы. Молодежная сборная России по хоккею победила Канаду. 3-2 исход товарищеского матча решила серия буллитов. Хотя до поединков 1-1 могло бы и не дойти, если бы тольяттинский нападающий Денис Гурьянов реализовал бы голевой момент в овертайме. Пока у Ладовца статистика гол плюс пас нулевая. Проявить себя Гурьянов еще сможет в тренировочном лагере. Сборы закончатся товарищеским матчем с Чехией. Футбольный клуб премьер-лиги Мордовии Саранска ближайшие два домашних матча чемпионата страны может сыграть в Самаре. Родной стадион «Старт» бюро из полкома Российского футбольного союза забраковало. Качество искусственного покрытия газона перестало соответствовать стандартам лиги. Поэтому, скорее всего, Мордовия две ближайшие домашние встречи проведет в столице 63-го региона. Самарцы и гости города увидят игру 17 августа в понедельник с Уфой, а 30-го числа в воскресенье с Казанским Рубином. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова